Всем привет! Меня зовут Константин Шевчук, я преподаватель курса управления IT-проектами в компьютерной школе Хилель. Сегодня я вам расскажу о том, как оценивать проект в StoryPoint. Каждый менеджер IT-проекта сталкивается с проблемой неверной оценки будущего проекта и запланированного для реализации объема работы. Это когда разработчик пообещал реализовать задачу в среду, а в итоге завершил ее в субботу или даже позднее. Расчет времени для чего бы то ни было, задача достаточно простая и одновременно очень рискованная. Чаще всего при оценке какого-либо функционала у разработчика нет полного представления о том, что нужно реализовать. Это особенно характерно для agile разработки, когда у разработчика изначально нет полного представления о конечном результате. Поэтому для начала давайте установим одну простую истину. Дать максимально точную оценку и представить ее заказчику чаще всего нельзя. Это связано не только с тем, что компания не обладает необходимой квалификацией или знаниями. Чаще всего любой IT-проект содержит в себе огромное количество неопределенностей и рисков, что не дает возможности оценить проект максимально точно и в дальнейшем следовать данному плану. Поэтому вроде бы простые задачи на 4 часа в итоге превращаются в 8 часов, когда, например, уже готов дизайн и разработчики смогут его увидеть и переоценить задачу, и в 16 часов, когда, наконец, разработчики начали работать над поставленной задачей, но возникли какие-то непредвиденные факторы. В целом, мелкие неточности в плане, как правило, не вызывают особых проблем. Но ситуация резко меняется в тот момент, когда заказчик начинает требовать четкое выполнение всех задач в установленные даты, либо сообщает о том, что у него ограниченный бюджет, и все работы нужно выполнить, не превышая его. В этом случае менеджер IT-проекта может столкнуться с весьма неприятными факторами. Первый фактор — это скорость задачи. Как правило, эффективность работы каждого разработчика отличается, и поэтому более опытный разработчик может выполнить задачу быстрее, чем менее опытный, и это, как правило, не учитывается в оценке. Во-вторых, сложность задачи по мере прояснения всех требований также может увеличиваться, и чаще всего это также влияет и на оценку времени данной задачи. И в-третьих, срочные задачи, упавший таск-менеджер и прочие-прочие активности, которые, как правило, не учитываются в оценке задачи, в том числе могут влиять на конечную дату реализации проекта. А значит, все те идеальные оценки, все те идеальные часы, которые мы изначально видели, когда проект только-только заходил в разработку, для нас уже являются бесполезными. Что же делать в этом случае? И в этом случае нам помогут сторипойнты. Что такое сторипойнт? Сторипойнт — это относительная оценка всех необходимых усилий, которые нужно затратить на реализацию той или иной задачи, либо определенной части каких-либо работ. При этом в сторипойнт, как правило, закладывают не только сложные задачи, но и, например, объем всего того, что нужно сделать в рамках одной задачи, все необходимые риски и все возможные дополнительные действия, которые потребуются при ее реализации. Самое важное — данный способ оценки, он кардинально отличается от способа оценки в часах. В чем же отличие? Во-первых, относительность. Когда мы оцениваем задачи в сторипойнтах, мы учитываем не часы, а именно некоторые относительные баллы. И это очень важно, поскольку в случае, если мы оценим задачу в баллах, на основании каких-то определенных наших субъективных относительных оценок, эти оценки не отличаются у разных разработчиков. Даже если вдруг какой-то разработчик не сможет выполнить задачи, и эта задача будет передана другому разработчику, оценка при этом не поменяется. Второе. Замена часов на абстрактные баллы. Вся суть заключается в том, что когда мы оцениваем задачи в сторипойнтах, то мы учитываем именно бальную систему. Говоря проще, мы сравниваем уже завершенные задачи и на основании сравнения и баланса между ними находим, какие задачи более сложные, а какие менее сложные. Таким образом, мы находим некую эталонную задачу, которая у нас занимает один сторипойнт, и которую мы можем оценить именно так. И в дальнейшем именно на основании этой задачи мы оцениваем все остальные. И третье. Самое главное. Задачу оценивает вся команда. Таким образом, мы уходим от субъективности, и таким образом мы проясняем все возможные неточности при реализации той или иной задачи. Таким образом, уже нет возможности какому-либо из разработчиков неверно оценить задачу или неверно понять способ ее выполнения или реализации. Таким образом, вся команда приходит к общему мнению по поводу сложности той или иной задачи и всех тех усилий, которые необходимо выполнить для ее реализации. Теперь самое интересное. Как же выбрать нужную шкалу для оценки в сторипойнтах? Здесь все очень просто. Как правило, есть популярные шкалы и есть менее популярные. Наверное, самой популярной шкалой для оценки в сторипойнтах является числовой ряд Fibonacci. Это достаточно простой математический ряд. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. И на основании именно этого ряда мы оцениваем каждую задачу. Как вы видите, данный числовой ряд, он обладает еще важным бонусом. Он может легко регулировать неопределенность, которая возрастает с ростом сложности самой задачи. Кроме того, для оценки в сторипойнтах можно использовать не только числовой ряд Fibonacci, но также можно использовать, например, майки или собаки. Если мы используем оценку в майках, то мы используем соответствующие размеры майки. Ну, то есть XS, S, M, L, XL и так далее. Ну, либо если мы оцениваем в собаках, то, соответственно, мы оцениваем в различных породах собак. Например, Чуахуахуа, Пинчер, Дог и так далее. Для чего это делается? Таким образом, мы все больше абстрагируемся от возможности оценить задачу по времени на более качественную и относительную оценку. Как же проводить оценку командой? Просто выкрикивать свою оценку бывает не очень эффективно. Кроме того, тот сотрудник, который услышит оценку другого разработчика, может не высказать свою оценку, либо сделать ее такой же. И, соответственно, такое выкрикивание является весьма неэффективным. Именно для этого используется покер-планирование. Суть данного метода заключается в следующем. Всем участникам команды раздаются специальные карты, на обороте которых расположена шкала для оценки той или иной задачи. Каждая задача презентуется команде и разъясняется, что конкретно нужно, сделав данной задачей. После этого каждый член команды оценивает данную задачу и выбирает именно ту карточку, которая соответствует сложности данной задачи. После обсуждения модератор просит каждого из членов команды выбрать нужную карту с нужной оценкой и положить ее на стол рубашкой вверх. По сигналу модератор просит перевернуть карты. И после этого оценки разных участников команды сравниваются. Если оценки совпали, данная оценка фиксируется как оценка для данной конкретной задачи. Если оценки отличаются, команда продолжает обсуждение и продолжает прояснение, почему у разных членов команды данные оценки так сильно отличаются. Стоит отметить, что одинаковая оценка той или иной задачи у всех членов команды не является обязательной. Даже наличие соседних оценок уже является достаточным для того, чтобы ее зафиксировать и принять в работу. И последний, главный вопрос. Как перевести стори-пойнты в часы? Ответ – никак. What? Данные подходы совершенно разные. И поэтому абсолютно невозможно каким-то образом оценить длительность одного случайно взятого стори-пойнта. Но что же делать? Ведь заказчику нужно дать какие-то сроки и нужно каким-то образом представить ему конечную дату реализации проекта. К счастью, для этого не нужно переводить стори-пойнты в часы. Что действительно важно, так это сколько стори-пойнтов может выполнить ваша команда за определенный период, спринт, итерацию и так далее. Когда мы каждый день собираем информацию о всех выполненных стори-пойнтах, мы собираем определенную статистику. И таким образом можем судить об эффективности нашей команды и о скорости закрытия того или иного количества стори-пойнтов. Таким образом, если мы знаем, что за неделю команда закрывает 10 стори-пойнтов, то вполне вероятно, что и в дальнейшем она будет закрывать 10 стори-пойнтов в неделю. А значит, для нас абсолютно не составит никаких сложностей дать заказчику количество недель для завершения нашего проекта. Очень надеюсь, что мне удалось прояснить для вас эту тему и буду очень благодарен за вопросы по данным видео. Ставьте лайк, подписывайтесь и жду вас на курсе Project Management.